яблоки будут расти тут у нас мастер-класс тупым ножом и что-то просто так или туда в это расщелину делаешь расщелину делаешь да все будут у нас яблоки торговать будешь до рыбу перестанешь валовить будешь будешь яблоками торговать мичурин теперь чуваром будешь залеплять он такой жидкий я думал он густой и черный должен был быть я додумал а ну да казалось вася вася васенька василис вася так а тут вроде бы как крыжовник и даже по моему уже листья появились тут сирень прошлом году я посадила но тоже вон зеленые листики уже такая это клубничка тоже листики вон уже свежий лезут это я покупала в прошлом году а тут чеснок вылазит вот я его прорыхлила сегодня тут с этой стороны вообще нету ну может вылезет маленько так ну и там батон и там батон растет уже тоже батон купил какую-то там икра что лечу не знаю с растения но не говорит молчит всем привет сегодня у нас 7 мая решила записать видео показать где что посеяла чтобы на будущее смотреть сегодня посмотрела прошлогодний ролик вот как раз вот эти дни были теплые но вот именно этот день был холодный уже до 0 градусов температура опустилась был снег дождь но в этом году у нас сегодня по моему третий день теплый вот я решила кое-что маленько посеять сейчас покажу вам что посеяла чтобы ну как говорится для для истории для моей для истории чтобы знать конечно еще только-только самое начало еще и как это еще сильно ничего путнего не посажено но кое-что уже есть так что пойдемте покажу вам тоже с вами вам вас познакомлю со своим огородом и со своими сегодняшними работами так тут взрыхлила вот земельку вот в этих вот колесах посеяла эшольцию здесь эшольцию посеяла здесь у меня еще ничего не сидит вот то есть вот здесь посеяла эшольцию и вот в этом колесе здесь у меня две эшольции значит будет да тут пока наверное какую-нибудь рассаду посажу скорее всего питонию сюда посажу там вот в этих ящиках не знаю буду что нет садить там на солнышке и как говорится там толком ничего не растет ну посмотрю может быть что-нибудь посажу качелю сегодня поставила вот крышку не могу открутить прикрутить так соседи там так здесь у меня горошек посадила сейчас горох который низкий но без без листьев усатый короче усатый так там у меня чеснок по моему там уже в окошке у меня рыхлили его я рыхлила и кошки рыхлили а думаю что же тут у меня посажено забыла тут я маленькие эти сеяла тоже тоже чеснок но бульбочки бульбочки вот думаю что почему здесь ничего мне не взошла уже всходит вон там уже видать вот они они растут вот они бульбочки тут сила точно я забыла совсем сейчас увидела и вспомнила ага ну пусть пусть вот а тут такой чеснок ну кошки наверно прорыхлили прорыхлили так вот здесь прошлом году я сеяла васильки по моему василек называется но пока ничего еще нет они же как многолетний считаются может быть и будет что-то здесь не знаю вот здесь я посеяла так что же я посеяла тут ромашку по ромашку она тоже многолетняя вот здесь и здесь ромашку посеяла и тут ромашку посеяла ну посмотрим что взойдет не взойдет я не знаю один пакетик был семян посеяла вот посмотрим что что будет не знаю пока неизвестно в принципе наверное все наверное все это у нас яблонька растет не знаю как то она очень плохо растет вот смородина уже листики вот такие появились у нас листики появились вот ну и наверное все там вот сейчас тоже надо скопать опять у меня там есть эти вьющиеся и помея цветочки скопать пролить и посеять пусть растут прошлом году в это время был мороз но я думаю что в этом году наверное тоже конечно будет но может быть попозже не знаю в этих бочках тоже не знаю что буду садить а огурцы садила нет здесь прошлом году цветы у меня сидели будут бочки огурцы сидели ну как-то не знаю как-то мне не очень нравится но видно будет видно будет это у нас марин полин уже растет но так ничего еще все еще огород еще весь такой страшный клубнику буду перекапывать пересаживать еще ничего не уделала здесь с ней буду пересаживать убирать ее отсюда куда пока не знаю ну вот как то как то все маня там играет у нас манечка кого-то поймала что ли маня кого поймала где ты не вижу свет солнышко отражается манечка кого-то поймала манюся маня манечка манюся иди ко мне маня маня манюсь иди ко мне девочка моя скоро нам принесет опять котяток потомство скоро принесет даманюсь а манечка красотка окно наверное пока на это все потом еще что-нибудь запишу так вот решила включиться показать что я делаю чем занимаюсь так что-то меня нету резкости вот такую вот я делаю переноску для куклы вот такая вот красота получается у меня но пока еще только каркас готов что там дальше будет я пока не знаю ну вот что-то маленько движется не знаю тут синтепон у меня хватит или не хватит надо будет наверное синтепон идти покупать еще и наверное какую-то ткань купить потому что это посмотрела у себя ничего у меня такого принципе нет детского так решила включиться ходила в центр магазин там надо было мне сходить купила синтепон для переноски которую я сейчас делаю у меня есть синтепону боюсь что его мало будет не хватит поэтому еще купила вот ну и так то то туда то сюда зашла магазин и смотрю вон на березках уже листочки маленькие появляются красота но у нас холодно там дня три на нас стояла тепло а потом прям резко похолодало ночью до ныря на температуру опускалась вот сосновый бур так всем привет еще раз я как-то не помню говорил или не говорила может это я на эфире говорила на том канале что внучка у меня попросила куклу мы с ней вместе на вал берез выбирали там много-много разных кукол ну вот захотелось ей такую куклу именно не вязаную потому что она все время играла вязаные игрушки мои не куклы и такие разные игрушки то есть все ее детство прошло с вязанными игрушками ну наверное скорее всего она увидела у подружки какой-нибудь куклу пупса вот именно такую куколку ей захотелось я одну хорошо давай приурочим это окончании учебного года и подарю тебе куклу ну вот мы с ней выбрали куклу сейчас я вам ее покажу она пришла ко мне на мой адрес чтобы я уже приехала к ней и привезла куклу сейчас мы ее развяжем распотрошим вот вот такая вот кукла ну наверное скорее всего тоже можно будет наверное уже это убрать потому что как ее буду дарить вместе здесь такая заколочка даже есть какая-то сейчас посмотрим как она тут цепляется ну вот такая куколка то есть у ней волосики на волосики короткие такие короткие волосики но здесь все равно можно какие-то хвостики наверное сделать глазки у нее не закрываются то есть просто открытые глазки все время будут даже если будет спать то с открытыми глазками ну такую выбрали мы много много разных выбирали конечно чересчур хорошие они дорогие вот ну это не сказать что дорогая но тоже вот такая короче куколка здесь у нее кофточка даже не кофточка такая жилеточка там футболочка там памперс у нее тело мягкое тело мягкое ручки ножки вот такие я не знаю что это за что за материал винил или что вот ну короче я кукла она видела она уже знает что за кукла поэтому для нее это принципе не будет сюрпризом ну и она еще просила у меня коляску чтобы я коляску и купила вот я ее отговорила потому что я говорю ты уже большая девочка коляска тебе будет маленькая ты будешь скукоженная вся с этой коляской ходить я говорю давай я тебе это ну короче ничего я и не пообещала а просто сказала что куклу куплю а коляску не буду брать так наверно шапочку оденем тогда что лишь на голову чтобы она уже была красивая вот такая шапочка у нее вот ну и ножки такие ножки штанишки носочки вот она не разговаривает ничего то есть тело у нее мягкое ну вот такую куколку мы выбрали здесь у нее идет игрушечка сосочка в принципе тоже можно будет развернуть сосочка я не знаю как она магнит там магнитик значит сделан вот то есть она вот так вот раз и все понятно то я даже не я не разбирала не открывала этот пакетик только так посмотрела что сосочка вот игрушечка вот такая вот игрушечка мишка мишка заколочка еще одна ну то есть вот эту заколочку можно убрать здесь наверное от этой сеточки вторая заколочка здесь ну это наверное крючки крючки можно крючки можно вот так вот сделать то есть колясочка но здесь все не по-русски написано и вот такое вот свидетельство о рождении вот свидетельство о рождении имя, рост, вес, дата рождения, время рождения, место рождения вот помялась она только так и еще вот такая вот бутылочка бутылочка все как у детей все по-настоящему вот ну это кукла да это кукла и я решила что я ей раз не взяла раз я не взяла коляску я решила сделать переноску сшить сейчас покажу переноску сейчас я куколку уберу далеко убирать не буду ее потому что мы будем мерить на переноске как это будет а вот даже две две даже этих две заколочки вот это еще третья можно сказать будет так ну и давайте покажу вам какую я сшила ей переноску вот такая вот переноска будет она носить эту куколку ну она на дачу ездит частенько поэтому будет наверное на дачу возить куклу в этой переноске вот здесь у нее есть одеяльце есть подушечка есть простыночка есть матрасик вот такой вот конечно ткань может быть не очень детская вот эту ткань купила я в магазине но выбора вообще у нас нет я посмотрела там или ситец такой знаете как марля вот и что-то детское купить хорошее там ничего не было вот поэтому тоже как бы это у меня пробный вариант такой поэтому думаю получится не получится у меня что ну вот купила и только вот на эту на каркас мне хватило а уже вот это вот ну вот это донышко мне пришлось материал у меня дома был материал вот эта ткань и думаю ну ничего оно как бы серенькое тоже не стала я ярко делать они ярко в общем то не очень любят поэтому я сделала в таком тоне все вот ну не знаю ребенку конечно 10 лет нынче никогда она не играла в такие куклы но я еще раз говорю что она скорее всего увидела у девчонок у подружек вот потому что по другому никак мы не могли понять почему она захотела именно такую куклу и вот так эта куколка будет лежать в этой переноске это будет кроватка у нее то есть она будет здесь и спать вот и вот такое одеяльце короче вот так вот все вот такую я смастерила переносочку ниточки обрезать тут лишние ну что у меня еще в планах в планах у меня связать пледик небольшой пледик так вот чтобы закрывать и шапочку теплую носочки теплые ну и возможно комбинезон но это вот не знаю я поеду 1 июня то есть до 1 июня мне это постараться надо сделать получится у меня не получится я не знаю ну что получится получится значит получится не получится значит потом позже что-то привезу вот такая вот у меня вот такое у меня сотворилось чудо ну и еще покажу вам что я вяжу вяжу вот такую кофточку я ее показывала вам уже в одном из влогов в одном из видео вот здесь у меня ушло 3 моточка вот таких вот 3 моточка то есть 150 грамм ушло это у меня будет спинка здесь я еще не завершила здесь просто и вот у меня осталась ниточка всего у меня этих мотков 8 штук я думаю что достаточно будет вот это у меня перед вяжется вот тоже один моток я уже связала один моточек я уже связала 1 2 3 ну вот тоже также будет 3 моточка и там здесь я скорее всего по бокам еще буду вязать надвязывать ну это так специально все задумано вот по бокам будет еще надвязано и будут небольшие рукавчики ну даже как не рукавчики а просто ну небольшие прям буквально такие вот рукавчики вот такая кофточка будет летняя летняя это хлопок но она чувствуется что она такая тоненькая не такая как я до этого вязала когда кофточки вот все прям такие были ну объемные я бы сказала сейчас покажу вам вот эти вот кофточки они у меня связаны по одной схеме вот и они конечно связаны из такой ниточки она прям вот видно ее что она такая толстенькая ниточка это alize diva силка эффект вот так что-то там написано было вот такую беленькую я связала это я первую вязала потом на камеру я уже показывала как я вот эту вижу куфточку но это немножко у меня шире по моему получилось хотя по моему набирала все одинаково что ли сейчас я уже не помню да нет в принципе в принципе одинаковые они одинаковые они в принципе вот мне почему-то казалось это может быть она длиннее просто да скорее всего наверное она ну нет ну может быть чуть-чуть она подлиннее получилось вот а так в принципе они одинаковые эти кофточки вот но я летом их носила летом их носила но летом в них я бы сказала прям вот если летом прям жаркую погоду в них я думаю будет жарко хоть она и просвечивает хоть она вот вся продувается но она сама по себе такая ниточка плотная вот а это а это ниточка она хлопок она потоньше и я думаю что она будет очень хорошо смотреться сейчас посмотрю по ширине вот ну я так как бы знаю что они они специально вяжутся именно вот так поуже и потом по бокам еще будет надвязка это я где-то на ютубе увидела девочка тоже вяжет такую кофточку вот ну то есть вот с одной стороны будет надвязка и с другой стороны будет надвязка такая вот ну я не знаю если не хватит мне не то конечно это другой вопрос ну я думаю что все хватит все получится вот так что вот такие вот у меня вязальные дела и покажу вам моих моих питомцев вот тут у нас манечка лежит и у нее такие вот есть маленькие котятки вот родились они 9 мая у нас вот четыре штуки здесь очень красивые прям очень красивые такие сейчас попробую достать вот такие красивые котяточки маленькие вот такие маленькие котяточки красивые вот два одинаковых вот этих вот этот один пестрый как мама с рыжими пятнами и еще один белый белый с черным но там есть какие-то рыжие подпалины вот здесь вот маленькие рыженькие пятнышки но я посмотрела вроде это котик вот а эти вот два не знающие толком не поняла ну похоже на котиков похоже на котиков но кто его знает может быть это и кошечки будут быть ну а вот эта трехшерстная скорее всего это кошечка вот манечка спит такие вот у нас еще маленькие маленькие ребятишки появились появились 9 мая вечером но вечером потом ночью она там потому что вечером уже часов десять было ну и там которые наверное родились десятого с девятого на десятое ну будем считать что девятого мая родились ну и еще решила показать вам геранька у меня распускается вот это которую я сеяла семян вот такие вот здесь вот цветочки будут вот но здесь их уже много вот этих вот ну как они называются то забыла короче откуда цветочки появляются вот так что цветочек такой красивенький будет скорее всего помидоры тоже набирают цвет вот видно да цвет набирают вынесла их на улицу на веранду но у нас сейчас холодно на улице пришлось все заносить домой вот астрички тут растут ну в принципе в принципе рассада все нормально все хорошо вот такая вот красивенькие помидорки такие хорошие стоят здесь на другом окне тоже перцы цветут перцы цветут помидоры цвет набирают вот здесь петуния петуния у меня вот это я обрывала и посадила не знаю вот уже цвет набирает вот из этих вот из этих петуник обрезала укоренила укоренились не укоренились я не знаю но они уже цвет набрали но больше ничего я с ними делать не буду эти мои петунии тоже верхушки пообломала а эти вот уже посадила в горшки но скорее всего горшки эти будут маленькие возможно я их отсюда буду убирать потому что горшки в принципе они маленькие это не для не для петунии эти горшочки брала в светофоре вот эти горшочки может быть у вас тоже есть такие горшочки так то они в принципе хорошенькие но это не для петунии потому что петунии надо много места а здесь им будет очень мало места Поэтому придется их отсюда будет убирать. Вот. Так что вот такие вот у меня растишки. Ну и тут у меня еще растишки тоже растут. А это огурцы. Рассада огурчиков 8 штук. Ну, что будет, не будет, не знаю. Но посеяла. Посеяла. Я их замачивала в туалетной бумаге. Я не помню, показывала или вам не показывала. Может быть здесь фото выложу. Потому что я, по-моему, видео не снимала. А фото покажу. Вот. Ну вот. Сегодня вот. Сейчас покажу, сколько градусов у нас. Ну вот, видите, да? Даже, ну 5 градусов есть, наверное, плюс 5. Короче, холодно очень. И ветер на улице холодный. И вообще холодно. Было минус. Ну, в огороде. Сейчас вот солнышко вроде светит. Ну, у меня сегодня, мне сейчас некогда. Я сейчас поставила тесто. Муж поехал за колбой. Или за черемшой, называют еще. Привезет. Сказал, поставь тесто. Пирожки постряпать. Поэтому сегодня буду пирожки стряпать. Так, ну, чем завершить это видео? О, Манечка, по тягушке, да? О, по тягушечке. Ну, иди погуляй. Иди погуляй. Я покажу маленьких детей твоих. Вон они, они спят, да? Иди погуляй. На этом я буду заканчивать. Всего вам доброго. Спасибо, что посмотрели. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь, кто не подписался. Так, здесь, наверное, темновато у нас. Вот. И вот такие малюточки. Потом буду показывать вам, как они растут. Как они растут. Хорошенькие такие котяточки у нас опять появились. Маленькие. Такие маленькие лапочки у них. Рожевые. Рожевые лапочки такие. Ой, господи, боже мой. Да. Тетя, господи, боже мой. Вот такие вот малыши. Маленькие. Ну, все. Всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся, я надеюсь, скоро. Все, котики, моя лапочка. Увидимся, господи, боже мой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok